Верховный Совет СССР В СССР для встречи с избирателями прибыл член Политбюро ЦК КПСС, председатель ВЦСПС Александр Николаевич Шелепин. Верховный Совет СССР Александр Николаевич Шелепин посетил Онежский орден Октябрьской революции тракторный завод, познакомился с работой коллектива, выдвинувшего его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Верховный Совет СССР Тепло и радушно встретили дорогого гостя, труженики камнеобрабатывающего завода. Здесь шел обстоятельный деловой разговор о производстве и перспективах его развития. В беседе председателя ВЦСПС коснулся также вопросов дальнейшего улучшения быта трудящихся. На целлюлезно-бумажном комбинате товарищу Шелепину рассказали о трудовом подъеме, который царит на предприятии о размахе социалистического соревнования, направленного на выполнение главной задачи девятой пятилетки – дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами. Вечером в помещении театра член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии Иван Ильич Сенькин открыл встречу избирателей с кандидатом в депутаты Александром Николаевичем Шелепиным. Доверенные лица говорили о товарище Шелепине как о видном партийном и профсоюзном деятеле, для которого интересы народа превыше всего. Александр Николаевич Шелепин сердечно поблагодарил избирателей и сказал, что всей своей жизнью и работой будет стремиться оправдать их доверие. В Доме культуры лесопильно-мебельного комбината состоялась встреча избирателей с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, первым заместителем председателя комитета партийного контроля при ЦК КПСС Иваном Степановичем Густовым. Выступавшие на встрече призвали всех избирателей единодушно голосовать за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Иван Степанович Густав заверил, что отдаст все силы притворению в жизнь наказов избирателей достойно исполнить свой депутатский долг. Кандидат в депутаты в Совет Национальностей Иван Григорьевич Новожилов работает на заводе тяжбуммаж. Вот как отзываются товарищи о своем посланце в Верховный Совет Страны. Ивана Георгиевича я знаю уже несколько лет. Мы живем с ним в одном доме. Он хороший производственник. Обучил в своей профессии шесть молодых рабочих. Он и теперь постоянно передает свои знания и опыт молодежи. Он хороший токарь, хороший шлифовщик, хороший расточник. Это очень радует нас, что вот действительно такого рабочего, как Иван Георгиевич Новожилов, выдвинули кандидатом депутата Верховного Совета. И я думаю, что Иван Георгиевич при его опыте жизненном очень будет хорошим и подходящим представителем нашего рабочего класса в Верховном органе нашей страны. Выборы Верховный Совет СССР явились торжеством подлинного народовластия. Они продемонстрировали верность советских людей великому делу Ленина, который успешно осуществляется под руководством Коммунистической партии. Отвоевать у воды землю, отдать ее хлеборобам. Вот задача бригады миллиараторов Олонецкого района, которой руководит Петр Григорьевич Минин. Техника верный помощник. Однако лишь в том случае, когда правильно организован труд. Минин и его товарищи решили использовать опыт строителя Злобина, внедрить бригадный подряд. Теперь бригада отвечает за весь ход работ от начала и до конца. В результате повысилась производительность труда, улучшилось качество, постоянно экономятся материалы. Новое имеет наибольший эффект, когда становится достоянием многих. Теперь в бригаду Петра Григорьевича Минина приезжают миллиараторы других районов республики, чтобы перенять его опыт. До конца года в Карелии намечено осушить и сдать в эксплуатацию 3800 гектаров земель. Новые методы организации труда помогут успешно справиться с поставленными партией правительством задачами по дальнейшему развитию сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР. Восьмой год работает в городе Сартовало детская художественная школа. Директор школы, заслуженный работник культуры Карелии, Хранит Александрович Гоголев, гордится тем, что рисунки его питомцев побывали на всемирной выставке в Монреале. Многие ребята с ртовальской школы поступили в художественные вузы Москвы и Ленинграда. Но главное, по мнению педагога, все-таки не это. Главное воспитать в каждом человеке чувство прекрасного. Он станет добрее, ощутив красоту родного края, искренне рисуя друга, по достоинству оценит черты нашего времени, пристально вглядываясь в окружающий мир. И еще. Сам убедиться, что никакое творчество невозможно без труда, кропотливой, порой нелегкой работы. От того, что вошло в разум и сердце подростка, в огромной, в решающей степени, зависит, каким человеком он вырастет. На Сулашгорских высотах состоялось лично командное первенство Петрозаводска по мотокроссу. На труднопроходимой трассе и завилующей крутыми поворотами и спусками состязались 37 спортсменов. Петрозаводска по мотокроссу. Номер тринадцатый для гонщика Онежского тракторостроительного завода Иван Викулов оказался счастливым. Викулов стал победителем в классе машин 175 кубических сантиметров. Командное первенство также завоевали спортсмены тракторостроительного завода. Петрозаводска по мотокроссу. Продолжение следует...